Всем привет! Меня зовут Ангелина Тимми. Добро пожаловать на мой канал. И у меня к вам сразу же вопрос. Покупали ли вы хоть один раз вообще что-то у блогеров? Будь то косметика, будь то курсы, будь то какие-то мотивационные штучки, да? Вот неважно, что покупали или нет. Потому что сегодня мы поговорим именно про это. У меня здесь вот такой вот напиток, да? Я обожаю просто колу, я обожаю кофе. А здесь два в одном. Ну и чтобы все было плюс-минус адекватно, of course, за вас. Окей, хотела по-приличному, не получилось. Короче, мои хорошие и не очень мои хорошие, я честно уже просто не могу. Весь интернет кипит, знаете, на тему продукты от блогеров, 3TT, 5, 6, 10. И сегодня обсудим вместе с вами. Значит, смотрите, вопрос такой еще, да? Смотрите ли вы или нет Катю Коносову, потому что она такой эксперт во всем. Я обожаю смотреть ее видео, советую ее и вам. Значит, смотрите. Есть блогер, да? Окей, человек ведет соцсеть, набирает популярность, набирает подписчиков. И как бы реклама, это понятно, но хочется чего-то, знаете, более такого интересного. Ну так вот уже здесь кто на что гораст. Скажу сразу, у меня не супер-мега предвзятое мнение к таким вот, да, всем моментикам, потому что я считаю, что есть действительно классные продукты. Допустим, самый такой пример. Катя Клэп, уверена, вы знаете, кто это, да? Действительно хорошая аудитория, классная девушка, ну то есть все супер. И когда-то давно, пару лет назад, она была что-то типа, знаете, в коллаборации с вроде бы Маком. Короче, да, ну типа своя помада. То есть берется какая-то знаменитая личность, человек, блогер, да, Мак, супер-классный бренд. И Катя Клэп нормальная, тры-ты-ты, тры-ты-ты, своя помада, выбирает свой цвет. Все, помада от Мак, Катя Клэп. Что плохого? Ничего, да, то есть Мак, в принципе, хороший, мне нравится, девушка мне нравится, хороший продукт. У нее, в принципе, основная аудитория девушки, молодые, которые по-любому, да. Кстати, здесь у меня не от карандаша, а уже моя болячка проходит. И, мои хорошие, все супер, вот это я понимаю. Такая, да, коллаборация, вот такая вот классная, действительно, вот свой продукт, да, насколько это можно сказать. Почему и нет. Последнее такое, что было, что мне тоже, в принципе, понравилось, хотя я не покупала, это у Юлии Пушман и Карина Каспарянс. Я их смотрю, уверена, вы тоже, да, наверное, или когда-то смотрели влоги с дачи. Вот у них тоже, короче, они сделали такой общий моментик еще до беременности, до всего этого. Этих, как называется, короче, как обрабатывать фотки, да. Я считаю, это тоже прикольно. Если вы посмотрите их запрещенную соцсеть, да, там видно, что девушки прям обрабатывают. Например, я это не люблю. То есть, по мне уже, я не вижу прям смысла какого-то, знаете, вести вот так вот свои соцсети, там что-нибудь обрабатывать. Я все-таки за просто какие-то классные фотки, такие вот все моментики. А чтобы там все было в одном стиле, по мне так это уже все прошло. Ну, короче, неважно, но суть не в этом, да, хоть я это не покупала, мне это неинтересно, но я считаю, что это классно. Почему? То есть, у них есть, да, свои вот эти вот фишечки, когда они обрабатывают фотографии. Вы можете сами это сделать, вы можете сами найти в интернете, да, а можете как бы поддержать девочек, купить, короче, просто использовать, если вам это надо. Да, я видела, как они это делали, в принципе, классно, переживали, готовились. Там были какие-то вот форс-мажоры, девочки сами отвечали на почту. Ну, короче, классно. Типа не то, что, знаете, вот все, кто что-то делает, это не прикольно. Но мне иногда кажется, что 99% то, да, что вообще делают знаменитые личности, это просто трэш. Объясню, да, как уже сказала, я смотрю Катю, там прям собраны все такие моментики. Есть еще другие блогеры, да, за которыми я слежу и вижу, что происходит. И я просто хочу, да, как-то понять, узнать. Я уверена, что вы сейчас тоже слышали, что знаменитые блогеры, что, да, там как-то авистовали, что-то такие моментики были у нее дома. Короче, ну, просто я, знаете, почему я решила сделать это видео? Потому что вот я смотрю те же видео Кати, смотришь каких-то других, смотришь и везде в комментариях люди пишут, типа, кто это покупает, да. То есть, как, что, выпью пока что, потому что очень много говорю. Без трубочки. Я вот тоже не могу понять, покупала ли я честно вот сейчас прям взять и вспомнить что-то, что я покупала, такого не было. Многие могут сказать, всю эту информацию можно найти в интернете, если говорить про какие-то курсы. Вот на самом деле вот это вот начинается вот курсы, как стать успешной, как стать красивой, да, как то, как это. Я не понимаю, кто это покупает. Допустим, да, вот, например, что касается моей темы, да, больше всего это, например, волосы. Допустим, да, какой-то блогер снимает на тему волос, и вот он хочет там создать 98 страниц, прочитайте, купите их за 50 долларов. Я вот это вот тоже не до конца улавливаю вайт, не понимаю, типа, ну и что, вся его страница нацелена на то, чтобы отрастить волосы. Там этого материала и так. Единственное, что могут тебя, да, как-то вот это вот все, что у вас есть там какие-то чатики, якобы ты можешь пообщаться с этой личностью, которая тебе нравится, да. Но опять же, ну господи, я просто в шоке. Поверьте мне, если вы не до конца понимаете, о чем идет речь, вы можете реально посмотреть видео, да, той самой Кати. Там просто их, ну, я не знаю, как бы, там просто собран весь движ, трэш, который ты смотришь и думаешь, да как так, да кто это все покупает. Как стать блогером в запрещенной соцсети 6 тысяч подписчиков? Либо я что-то не понимаю, либо мы все чего-то не понимаем. Она уже запутана, она не могла, у него эмоции выходили, она не могла выговорить ничего. То есть, ну, вы понимаете, да, вот из этого всего разряда. И вот мне интересно, да, вот что чаще всего, что, допустим, покупали ли вы, понравилось вам это или нет. Потому что чем дальше, тем, знаете, больше хочется относиться с каким-то таким моментом, типа, нет, нет, нет. Косметика это вообще, давайте немножко обсудим, ту самую косметику розовую, как у Кайли Дженнер, да, которая девушка в ПАСНГ, вот это вот все пошла тема, да, девушка из России, создала, у которой четверо детей. Если вы понимаете, о чем я. Хорошо, ну, окей, да. Мы не будем ходить все эти составы. То, что проверялись, это продукция просто одного бренда и плюс 50% просто потому, что это от нее пенка для умывания. Не будем сейчас, да, не будем. Просто вопросик такой у меня. Зачем? Зачем ей все решилка? Окей, да, вот я люблю косметику. Вот что, что должно меня сподвинуть, купить такую вот косметику, да? Ну, то, что там записали 15 сториз производства, я посмотрела на это, прикольно, да, классно. Ну, а дальше-то что? Я вот не понимаю, когда девочки, например, покупают, знаете, что их подталкивает? Купить продукт, который, например, да, там годами тестируется. Огромная просто, я не знаю, там по всему миру production combination, да? Всего там какой-то известный бренд, да, который, да, за рекламу мы, конечно же, отдаем и так. Да, там за красивую баночку, да-да-да-да, но окей. Просто хороший продукт, где нормальный состав, где как бы ничего не будет. И, допустим, да, пенку от блогера, которая, ну, опять же, это не потому, что все пенки от блогера плохие, либо вся вообще косметика плохие, да? Есть вот примеры, когда я говорю про ту же Катю Клэп. Ну, реально классно, типа, почему бы и нет? Допустим, я это понимаю. Ты и так понимаешь, что мак – это реально классный помада, да? Ну, я думаю, многие пробовали. Ты понимаешь, что мак не сделают там что-то такое, они как бы классные, все сделали. Также ты понимаешь, что есть блогер, да, который, угу, все, коллаборация, тры-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Почему бы и нет? То есть ты знаешь, что и состав продукта будет хороший. Да, ты понимаешь, что, возможно, будет некая доплата, потому что это от нее. Но суть в том, что как чаще все бывает, да, многие могут ответить, что, типа, ты любишь этого человека, и ты готов переплатить, чтобы эта пенка была от нее, либо помада. Ну, здесь же уже, конечно, такой интересный момент, да, потому что лично для меня вот пенку купить там кого-то я люблю, допустим, я люблю Ким Кардашин, да, купить мне пенку от нее, которой я вообще не понимаю, что и как, да, там какая-то, ну, либо купить, допустим, просто пенку, ну, какой сказать, да, даже и не знаю, да. Ладно, окей, просто, допустим, пенку. Честно, несмотря на всю мою любовь к Ким, я бы купила просто пенку, потому что это немножечко не тот движ, да, все-таки вот эта вот косметика. Либо также даже и зарубежные блогеры. Вот тоже смотрю. Знаете, я смотрю со стороны, да, как вот просто обычного покупателя. Я не понимаю, что меня должно сподвигнуть, чтобы я это купила. То есть как бы просто потому, что мне нравится вот она, я куплю, а то, что вот, ну, это еще, знаете, косметика, ну, еще где-то как, вот эти вот курсы и просто вот столик разоблачений, даже вот, ну, откройте один какой-то любой туб-канал, кто этим занимается, там просто тысячу разоблачений, тысячу, что просто вся информация взята из интернета, и все, тебе даже ее не преподносят как-то классно. Тебе просто взяли, скопировали, дали 20 слайдов, читай. И это не 200 рублей, да, это, ну, прям много. Я вот тоже смотрю и вижу, что, ну, как бы покупают, покупают. А, недавно тоже, только моментик. Одна девочка, да, женщина по имени Ирита решила, что она бы была не против на своей дыре собрать мани, да, на карту, добавила просто это запрещено на соцсети. Ну, короче, вот я вот просто к тому, что я не понимаю, кто это делает и что вообще должно сподвигнуть, чтобы вы это сделали, либо я. Ну, нет, ну, я не знаю, что сказать. Потому что, да, даже тех, кого я люблю, я все равно это не буду делать, если я адекватно понимаю, что это просто, ну, просто ни о чем. Опять же, вот есть, да, классные моменты, которые люди готовятся. Вот я смотрела даже этих, ну, Катю, Юлию, Карина, да, девочки реально готовились, что, пресеты, да, пресеты готовились, что, как, показывали, вот, как мы фотки передачим, вот, как-то мы это, какие-то брали ошибки, какие-то призы, ну, типа, реально классно, да, да, как я уже говорила, можно взять эти пресеты просто в интернете, просто самой сделать, яркость, да, ты можешь, а можешь, типа, заплатить, вот, как бы это. Мне кажется, это прикольно. Ну, такие моментики интересные, да. Но это все, и я прям записала видео, потому что я смотрела само видео, думаю, ну, кто эти люди, кто, кто все это покупает? И, типа, ну, там, у другой вот сейчас тоже стрелоблогерша, такой, знаете, мне, конечно, нравится, да, но, как бы, и вот, как стать, там, успешной в замужестве женщина не замужем. Как стать успешной в замужестве, но, как бы, я не замужем. Ну, давайте, окей. Как быть классной блондинкой, я вам расскажу сегодня. Как быть классной блондинкой? Ну, купите, расскажу, покажу, и все. То есть, мне кажется, какие-то такие моменты, и все эти вот курсы, где просто 40 страниц слайдов, для меня они еще более, знаете, непонятно. Просто, ну, как бы, что? И хочу я вам сказать, что, к сожалению, таких людей очень много. Кто это все покупает, кто хочет назад? Самое сейчас, что есть, знаменитое последнее время, это, конечно же, продвижение в соцсетях. Прям очень много, как продвигать, как это, там, я знаю, блогеров тоже, и потом девочки жалуются, берут кредит. Кредит на как стать блогером? Как, ну, что, ну, как стать блогером? Ну, тяжело, да, в наше время, потому что, если там какие-то вот эти вот быстрые соцсети, где можно зайти еще как-то, окей, ладно. По-другому как? Снимай, 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 там, ну, учись, там, какие-то моменты, которые так есть в интернете, что... Понимаете, о чем вы или не понимаете? Господи, как вкусно. Вот такая вот тема у меня. У меня есть много, что сказать, да, просто не хочется, как-то все это называть, да, какие-то вот эти моменты, потому что я не про это, просто вот решила обсудить с вами, как с подружками, что это такое, какой-то вообще крэш. Ей было 24, но она думала, что и 16. Потому что, ну, непонятно зачем, вот, прежде чем вы там, что увидели, вы хотите купить, как бы как, что, а еще больше. Я от многих отписалась, когда начинается, знаете, подготовка к продажам, и пошло-поехало. Я была такой, у меня было три подписчика всю жизнь, и вот я сделала пару моментов, и у меня все получилось. Хотите купить? Осталось всего 15 мест. Если вы не сделаете этого сегодня, то, к сожалению, завтра я не смогу вам это продать. Все, я когда это вижу и слышу все по одному сценарию, и, пожалуйста, не надо верить в то, что можно добавить что-то в историю, и мужчина на первую букву Г подарила машину. Это, если вы понимаете, да, розыгрыш, это вот все, когда ты добавляешь сториз, и якобы, господи, уже столько было, знаете, моментов, что это все неправда, что это подбирается свои люди, что, ну как, ну зачем, ну кому, ну вы... Мои хорошие, ну давайте как-то адекватно понимать все ресурсы, да, и моментики, потому что, не знаю, я когда это все это вижу, я думаю, нет, реально, я в это не верю, очень мало классного, именно классных продаж от блогеров, которые прикольные, которые классные, да, там как, что, которые, ну реально ты осознаешь, что это нормально, да, эта информация может быть в интернете, но вот этот человек, да, ты его любишь, он тебе как-то ее преподнес классно, он не хайпует как-то сильно, не делает, знаете, вот эту прожарку, когда там специально говорится вот это вот, ну я, там 17 лет, мне не было кусочка хлеба, а сейчас у меня есть вот это, о господи, когда реально классно, адекватно, типа да, вот вы можете сами, да, например, там, не знаю, какой-то блогер, опять же, какую-то коллаборацию сделать, ты понимаешь, что за этим стоит, но ты, в принципе, понимаешь, что как бы все так открыто, да, что он не придумывал, что он создал свою косметику, которая на самом деле своя, потом это все, все это все узнают, это все плохо, господи, и последняя тема тоже заверутилась везде в интернете, знаете, эти вот скрабы, вот эти вот баночки различные на букву L, да, в таких бирюзовых штучках, где еще был розыгрыш на сайте, короче, что вы понимали, блогер создает косметику, да, и косметика идет как бы не очень, и начинается на сайте, ты покупаешь косметику, допустим, скраб, нажимаешь на рулетку, рулетка, дринь-динь-динь-динь, дрин-динь-динь, и тебе кое-что попадается, а удивление, что попадается, конечно же, курс от этого же производителя, либо еще что-то, короче, вот все, и вы понимаете, что такое, да, рулетка, что такое, когда начинаешь играть, И сейчас, если вы зайдете на Авито, да, вы можете увидеть огромное количество продуктов от данного блогера, и надписи «Покупалась только для участия в рулетке, продукт, типа, вообще мне не нужен, я не использую», и продукт не стоит, знаете, 250 рублей, нет, продукт стоит очень дорого, продукт стоит очень дорого, я бы сказала. И я, когда вот я смотрел, я думала как-то купить, думаю, зачем, Ангель, ну ты не видишь, что здесь прям явно видно, что это не то, это не надо, уже лучше купить что-то другое, плюс-минус проверенное, да, от какого-то производителя, но не это. И вот сейчас там все оказывается, раскрыли все карты, там ужасно все, люди покупали ради рулетки, людям ничего не нравится, люди не знают, куда отдавать эту продукцию, брали какие-то займы на эту продукцию, лишь бы поучаствовать в рулетке. Кто? Я надеюсь, это не вы. Ну, короче, все отомстили, все, я уже все сказала, все, знаете, вам открыла все карты свои на этот счет, мне кажется, это вообще не нормально, это не туда, пожалуйста, не делайте этого, реально, если вы видите, что честно, вот, да, есть даже какие-то маленькие блогеры, например, я их смотрю, и там все открыто, то есть там, например, девочка, ну, может, какой вам пример подать? А вот есть пример, вот я подписана на девочку, тоже тема волос, и, короче, они с мужем начали производить, знаете, как это называется, типа, такие, короче, полотенчики для головы, и не было никакого, что вот, я там 16 лет, типа, они сказали, честно, реально, вот, будет так, чтобы это было не сильно дорого, мы будем это, или, знаете, начинается, ой, сейчас на вазбрис, потом прогрев вазбриса, потом прогрев этого, прогрев... Реально, как-то, знаете, ну, вот ты ощущаешь вот такой комфорт, когда вот есть, мы создали, можете покупать, можете нет, рекламируют там раз в день, просто ставят ссылочку, все, хочешь, берешь, не хочешь, не берешь. А прикиньте, я через два года, Ангелина, если ты смотришь сейчас, в свое будущее, только что-то классное, и реально, да, ну, по факту, вау, все, мои хорошие, еще глоточек за вас. С вас лайк, если вы с осторожностью подходите к покупкам, что касаемо всех блогеров, да, которые просто, ну, реально, уже просто, я не знаю, как это назвать, ту матч, ту матч, можно, знаете, по чуть-чуть, а я вот смотрю, что прям начинается, и самое главное, не покупайте, вот это вот, когда вы, знаете, пытаются, давай, на тебе рулетку, на тебе все, только давай, купи, нет, когда все классно, реально, да, вот есть это, мы сделали, у нас коллаборация, хоть и берите, хоть и нет, классно, прикольно, тогда, мне кажется, это супер, на 19, на 20 минут поговорили, всем спасибо, всех, всем пока!